Музыка Когда я выхожу на сцену, я чувствую радость и гордость. Радость и немного волнение. Ну и одновременно счастье, гордость за наш корр. За то, что у нас есть шанс выходить на сцену, петь такие произведения. Огромное количество эмоций, которые просто не передать словами. Чувствую волнение, а когда мы начинаем петь, то становится легко и хорошо на душе. Я чувствую поддержку друзей и родных. Мне очень весело, но я совсем не переживаю. Понимаю, что рядом со мной люди, которые меня любят и поддерживают. Я чувствую гордость, то, что я вышел на сцену, начал выступать. Чувство радости. На сцене я никогда не боюсь, потому что меня переполняет гордость за наш корр. Уверенность, потому что знаю, что полет никогда не подведет и что мы все споем прекрасно. Сдадимся на жар. Выходя на сцену, я чувствую гордость, что я сдала все партии. Соня профессионализм. Предвкушение полного зала. Ответственность, гордость за полет. Вот так вот, кажется. Моё любимое произведение – это «Реквием. Жертвы вечерние». Это «Ермак. Вредный совет». Аргел Рахманинова. Озеро Парцехаладзе и Фитал Дидим. Это «Дети голубей и Самаи». Озеро Парцехаладзе и «Крестовый поход Бронер». Весёлый перепляс. Канейцы и Самаида. Озеро Парцехаладзе. Рэппе Моцарт. Крэга. Конечно же, «Реквием». Которому сейчас как раз очень плачут свечи. Вредный совет. Моё любимое произведение – это «Я шагаю по Москве». Современная русско-народная песня «Ермак». Это, наверное, «Enjoy the silence». Озеро Парцехаладзе, которое посвящено полёту. Самое любимое – это «Ермак. Озеро». Наверное, подмосковные вечера. Моё любимое произведение – это «Ермак». «Ермак». И «Веники». Моё самое яркое впечатление – это моё первое прослушивание в полёт, когда меня завели в 15 класс и посадили во второй сапрану. Первом аквалюте знакомства с Натальей Константиновной. Когда я в капельке случайно порвала пряжку на парантовском платье. Это когда идёт концерт, а ты готовишься за курисами. Когда ты испытываешь волнение перед выступлением, общаешься – это незабываемо. Когда мы вышли на концерт в ДК, и у нас у вторых альтов шатались стойки, а нам надо было делать движения. Когда я вышла первый раз переживать перед хором, было немного страшно, но это было просто восхитительно. Впервые выступал в полёте. И увидел, как мой шеф и мои друзья ездили в Германию. Это поездка в Германию, так как была моя первая поездка. Когда я ехала в автобусе и заснула в Германии, меня там забыли. Наверное, первая поездка в лагерь с полётом «Зелёный шум». Ну, это поездка в Португалию, было очень весело, здорово. Выступление в Ватикане. Концерт в Португалии в храме, это было, наверное, незабываемо. Самые яркие впечатления – это поездки и выступления на разных сценах мира. Я каждый раз боюсь перед экзаменом в Португалии в Португалии в Португалии в Португалии в Португалии. И не люблю, когда заканчиваются поездки. Я до сих пор боюсь уроков в Сорфеджио. Я боюсь сдачи партии. Как бы это банально не звучало сдачи партии, потому что я очень боюсь фальшивить. Я боюсь, наверное, только экзаменов, потому что кажется, что ты что-то забудешь, или не напишешь, или не сыграешь. Я не люблю, когда не сдаю партии, и поэтому мне приходится сидеть в зале. Больше всего я боюсь того, что когда-то мне придётся покинуть полёт. Боюсь больше всего моего выпускного расставаться с любимыми преподавателями будет очень трудно. Больше всего я боюсь, наверное, пропустить сдачу партии или забыть костюм на концерт. Ну, наверное, забыть на выступлении носки или туфли. Я очень боюсь забыть носки на выступлении. Это, наверное, самое страшное, что вас слышат сейчас со мной. Единственное, что я боюсь, это упасть со стойки. Опоздать на репетицию или на урок. Получить два за четвертку с Сорфеджио и опоздать на урок. Я боюсь опоздать на урок. Я ничего не боюсь. Ничего не боюсь. Сдачу партий! Деть, дружить, учить всякие интересные номера новые. Конечно, люблю Наталью Константинову. В полёте мне больше всего нравится наш любимый дирижёр. Речи нашей дорогой и всеми любимой Натальей Константиновной. Я больше всего люблю наши лагеря, поездки за границу, поездки на выступления. Больше всего в полёте я люблю наши отношения друг к другу и когда мы все вместе поём. Я люблю, когда все партии во время пения слушают друг друга и поддерживают и опираются друг на друга. Ощущения семьи, ощущения друзей рядом. Ты чувствуешь себя очень тепло в домашней атмосфере. Мне нравится то, что мы всегда всё вместе, то, что мы все дружим, вместе поём. Всё вместе, никто один. Это чудесные друзья, это чудесные преподаватели, замечательные уроки, замечательные предметы. Я люблю то, что здесь никогда не скучно и что здесь ценят каждого. Это, конечно, репертуар. Такие серьёзные, здоровские произведения, трудные, но интересные. Я люблю, когда мы уходим повторять партии всегда очень весело и интересно во вторых айтах. Когда мы учим новые произведения. И учителя, и компания, и песни, и всё, что мы делаем. Если бы не полёт, я не знаю. В полёте я люблю всё. У меня быть полётовцем значит быть собой. Быть хорошим товарищем и помогать тем, кто пришёл первый год. Много петь. Радоваться, когда ты выступаешь на концертах. Не быть одному нейтральным, а быть всегда в компании, чтобы всём было весело с собой. Быть ответственным. В понимании ты отвечаешь не только за себя, но и за других. Как в известной фразе «один за всех, и все за одного». Думать в первую очередь не о себе, а о других людях. Уважать старших и помогать младшим. Для меня быть полётовцем – это значит состоять в одной очень большой семье. Где все друг друга поддерживают и помогают друг другу. Это просто невероятное ощущение. Быть самым счастливым человеком. Это быть не таким, как все. Быть светлее и чище. Я хочу, чтобы мы с полётом ездили чаще в зимний лагерь. Чтобы было больше уроков санфеджио и музыкальной литературы. Все намного быстрее сдавали партия. Чтобы все больше радовались. Всё было всё дружно. Чтобы было больше поездок, больше праздников. Чтобы желательно лайк был почаще. Хочется. Чтобы было больше уроков санфеджио. У нас все так хорошо и отлично. Я хочу вернуть посвящение в полётовцы и много старых забытых традиций, а также создать новые. Вернуть многие старые традиции, такие как посвящение, и ввести день самоуправления. Традиции поддерживать и вернуть посвящение в полётовцы. Посвящение в полётовцы, которое мне кажется сейчас очень нужно маленьким. Малышам и нам тоже. Конечно же посвящение в полётовцы. Потому что мне кажется, тогда это было очень весело, забавно. И потом ты ходил, гордился, что вот я теперь полётовец. Меня посвятили. Я могу всё, что угодно теперь. Было бы хорошо, если бы были посвящения снова. Полёт для меня – это жизнь, дом, очаг и семья. Часть моей жизни – это то, без чего уже невозможно представить её. Семья, друзья. В общем, я его очень люблю. Полёт для меня – это жизнь. Это семья, это моя жизнь. Полёт для меня – это второй дом, без которого я не могу представить свою жизнь. Полёт для меня – это жизнь. Очень-очень огромная семья. Полёт для меня – это мой дом, моя семья. Это люди, которые стали мне настолько родными, что когда просыпаешься с утра, думаешь, ой, сегодня хор, и настроение становится чуточку лучше. Полёт для меня – это всё, это моя жизнь. Большая дружная семья. Здесь практически вся моя жизнь. Здесь друзья, здесь самое любимое занятие. И для меня полёт – это всё, абсолютно всё. Самая настоящая семья. Любимые друзья, без которых я уже не представляю, как бы я жила. Дом, в котором я живу, и без полёта я ни дня не могу. Это моя страсть, моё увлечение. Даже не знаю большего увлечения, чем полёт. Это для меня второй дом. Это вторая семья. Это второй дом. Смысл жизни. Полёт для меня – это жизнь. В этом году мы поздравляем полёт в 50-летие. И поэтому мы желаем ему Счастья. Удачи. Процветания. Любви. Больше товарных детей и много интересных поездок. Долгих лет существования, долгих лет нашим учителям, потому что без них не было бы полёта. Чтобы в полёте всегда появлялись новые дети. Чтобы с годами он всё больше набирал профессионализм. И чтобы появлялось всё больше и больше новых талантов. Чтобы он всегда оставался такой же дружной, большой и крепкой семьёй. И чтобы все ездили во все поездки. Чтобы слова о полёте смеслась по всему миру. Чтобы все любили друг друга и полёт всегда жив. И тут всегда оставались такие же прекрасные учителя. Побольше отправлять песен в полёт. Существовать вечно. Я желаю полёта оставаться таким же большим, таким приветливым, таким самым лучшим. Единственным и неповторимым, чтобы эта музыкальная сказка, старшая для многих жизнью, никогда не кончалась. Чтобы полёт остался таким ещё через 50 лет. И много детей праздновали уже в 100-летний юбилей. И, конечно же, чтобы дети никогда не теряли любовь к музыке. Потому что музыка, она сопровождает всю нашу жизнь. Я желаю полёта, чтобы он продолжал не падать вниз, а быть всегда в полёте. Не падать вниз, а быть всегда в полёте. С юбилеем полёта! Субтитры подогнал «Симон»!